Всем привет! Перед каждым самодельщиком, который решил своими руками сделать трубогиб, встает вопрос, какую выбрать схему трубогиба? И можно ли сделать трубогиб универсальный, который годился бы для любых видов работы? Мне самому очень нравится мой сиреневый трубогиб, который я собирал без сварки и токарки. Он великолепно справляется с задачами, для которых и был задуман. Быстро и ровно формирует дуги и кольца даже маленьких радиусов. С хорошей производительностью можно катать сразу даже две трубы. Когда зрители моего канала спрашивали меня, какой размер сечения труб на нем можно гнуть, я, замерив просветы, отвечал, что 30 на 30 мм согнет легко. Прокатная геометрия действительно позволяет катать такую трубу. Для наглядности я даже решил сделать видео, как легко и просто с помощью 18-ти вольтового шуруповерта я делаю дугу из 30-ки. И трубу-то взял самонадеянно, со стенкой аж в 2 мм. Но гладко было на бумаге, как говорят. Этому легкому трубогибу пришлось довольно нелегко. Высота профиля 30 мм, да еще две стенки по 30 мм, да еще толщина каждой стенки 2 мм, а не полтора, не один. А ролики друг от друга очень близко. Рычаг мал. Вертикально подавать прокатный ролик я мог только под немножко, по чуть-чуть. Следовательно, количество прогонов сильно возросло. Шуруповерт отказался от этого тяжкого труда уже через несколько проходов. Причем не аккумулятор закончился, а перегрелся движок. Сработала защита мотора. Хотя такой поворот событий и был предусмотрен в виде ручного привода, дело веселее не пошло. Прокатный вал диаметром 20 мм катает очень медленно. Работа стала изнурительной. И тогда пришлось в бой вводить тяжелую артиллерию. В виде моего первенца, зеленого крокодия, зеленого трубогиба, который знаком вам по самым первым моим видеороликам. И вот, пожалуйста, 3-4 минуты и дуга готова. Широко расставленные ролики и прокатный вал большого диаметра. Вот главные условия для комфортной работы. При деформации труб большого сечения. Внизу в описании есть ссылки на обе конструкции. Со схемами и с размерами. А сиреневый любимец пусть занимается трубами помельче. В самом деле, пусть габаритные грузы возят грузовики. Выводы такие. Если вы собрались делать трубогиб своими руками, выбирайте схему по задачам. Определите для себя, зачем трубогиб вам нужен и какая конструкция позволит работать с максимальным комфортом и производительностью. Если вам нужны дуги маленьких радиусов для маленьких тепличек, колец, ажурных поделок, то смело берите описание из видеоролика о фиолетовом трубогибе. А если речь идет о больших теплицах, навесах, воротах и вообще крупных конструкциях, вам подойдет размерное описание зеленого трубогиба большого. При этом главными критериями будут взаиморасположение валиков и диаметр прокатного вала. А вовсе не схема самого трубогиба с прижимом по центру или на шарнире. Ну а если вы полюбили металл всерьез и надолго, в вашей мастерской должны быть как минимум оба варианта. Желаю, чтобы всем работалось легко и с удовольствием. До новых встреч на канале!